приветствую дорогие друзья подписчики ну и конечно мои самые любимые нищеброды с е-30 клуба которые за дня в день стонут что это дорого то дорого это вообще все на коленке сделал за 500 рублей хотел подготовить видео обзор по универсальным шифтерам которые собственно произвожу вот не побоюсь это слово продаю после их производства у людей возникло много вопросов на тему зачем почему чего вот что у них такого и тому подобное хочу сразу сказать то что подобных конструкций нет ну какие то есть там похожи но с данным количеством регулировок не встречал природе в принципе вот значит почему он универсальный здесь вот если можете наблюдать есть мой колхоз от моего мотора м54 который стоит бмв е-30 вот значит что меня сподвигло на обретение данной конструкции универсального шифтера после того как поставили мотор с коробкой было много нюансов скажем с укорочением траверсы крепления коробки передачи к кузову то есть здесь можно видеть такой жутчайший колхоз плюс сама палка здесь от дизельной е-46 ну вот это конечно не z3 у z3 немного по длине шток ну я тоже ставил от z3 ну как оказалось слишком короткая получается кулиса и неудобно это неудобно и некомфортное переключение особенно когда не ездишь по городу машина еще планировалось как на каждый день и не совсем это приятно когда у тебя там вот пара миллиметров это вообще жесть поставил палку от дизеля вот но для ней к сожалению здесь сделать невозможно по той простой причине потому что здесь шар используется пластмассовый на самой палке и в случае если резать варить шар соответственно стечет вот второй нюанс сам сам шток выбора передач сама тяга так как у меня немного своя консоль под ручку кпп борода скажем так торпеды вот и необходимо было выровнять ручку максимально перпендикулярно самой панели вот что оказалось тоже очень достаточно долгим и муторным процессом в итоге вот получилось такое порево путем 1 5 и наверно пилил то укорачивал укоротил были на казалось укоротил слишком сильно сначала не до укоротил потом укоротил слишком сильно потом укоротил как раз но так как не надо было чтобы ручка стояла ровно так как она идет завода с изгибом водительскую сторону имеет не устраивал мне нужно было немного сместить вправо вот поэтому необходимо было здесь задать еще какой-то определенный градус переломный вот и соответственно опять приходилось все это резать опять вымерять и это скажу вам ребятки малоприятное занятие вот тем более после когда это все делается на весу и сваркой все это прихватывается все это летит на голову и глаз мне попало окаленное я с конъюнтивитом ходил потом еще неделю так после эпопеи с этой несчастной кулисой было принято решение изготовить что-то универсальное подходило бы там скажем под любой свап в принципе да и как бы ограничить все возможные люфты которые возникают от износа всяких втулок резиновых пластмассы и так далее вот например здесь я перевтуливал уже составил латунную втулку вот чтобы брать вообще какие-либо люфты здесь была резиновая втулка крепление кузова она тоже уже свое отжила она уже свое отжила и поэтому тоже обладала каким-то люфтом там сначала вроде как все собрал все было отлично потом через какое-то время все начало разбалтываться и соответственно вернулись к тому еще начали поэтому был придуман такой вот вариант который крепится непосредственно жестко к кузову вот здесь два варианта один без механического вмешательства кузов здесь вариант с механическим вмешательством то есть надо засверлить несколько дырок чтобы жестко прикрутить шифтер кузову вот этот вариант предусматривает установку без сверления каких-либо дополнительных отверстий то есть у нас задействует только отверстие под ручку кпп самом кузове вот соответственно у нас исчезают как минимум два звена которые могут создавать какие-либо люфты вот во вторых значит при наличии ключа на 14 можно разобрать как бы посмотреть то есть ключом на 14 вращаем сам шар здесь и можно заметить как у нас удлиняется сам ход кулисы точнее ну удлиняется шток а укорачивается ход кулисы соответственно чем длиннее шток тем короче у нас переключение передач вот то есть мне кажется это оптимально и для любого человека у которого там какие-то свои предпочтения скорости переключения передач он может под себя как бы все это дело настроить то есть все это делается несложно и очень просто и даже из салона то есть не обязательно там лезть под кузов что там опять резать переваривать что-то изобретать просто снял чехол крючком на 14 подкрутил все так у меня устроило все поехали вот тяга здесь выполнен тоже таким специальным образом то есть у всех там допустим ближе дальше там ручка как она будет располагаться да там или он допустим ставит пятиступенчатую или шестиступенчатую коробку передач то есть он перекручивает грубо говоря сам болт крепления здесь вот резьба есть нарезанная то есть перекручивает сюда допустим и собственно контрагает все система работает без всяких люфтов жестко надежно комфортно и так дорогие друзья обзор конструкции самого шифтера которые носят название type 2 type 1 это который прикручивается к кузову непосредственно при помощи сверления трех отверстий в тоннеле вот этот вариант рассмотрим более сложный который крепится непосредственно в отверстие под ручку кпп отверстие который уже заводом было предусмотрено в кузове значит у нас здесь имеется обычная стандартная втулка обычной кулисы вот некоторые говорят миха почему вы там не сделать на шаесе и так далее ну на шаесе тоже можно дать как бы немного красивее выглядит вот но шаес потом если что с ним случится его потом надо где-то искать потом перепрессовывать так далее втулка стоит копейки продается в любом магазине автозапчастей бмв вот и можно свободно ее приобрести вот в случае того что если она придет негодность то есть надо делать механизм такие чтобы они легко и доступно могли обслуживаться меняться что-то у них и так далее и тому подобное болты крепления у нас используется из нержавеющей стали сам шток выполнен из стали 40 хгс вот некоторые тоже спрашивают для чего и зачем ну если вы вытащите шток на там скажем так на максимальную регулировку то есть вероятность того что у него погнется да и просто для надежности сама планка выполнена из обычной стали ст3 тут не нужно ничего такого сверх прочного и сверхъестественного вот значит соответственно сборка у нас осуществляется с того что у нас вот эта деталь вставляется штатную втулку достаточно плотно втулка непосредственно одевается саму обойму тоже все это легко непринужденно садится ходит достаточно плотно вот после чего собирается вкручивается шток шток длинный поэтому вкручиваться будет долго закрутили шток ну там выставили приблизительно какая вам нужна регулировка да вот после чего одевается верхняя часть которая у нас будет соответственно скажем так контрагай вот эту часть чтобы у вас последующей эксплуатации не было проворотов шара вот то здесь у нас два пропила сделано под ключ 14 они соответственно контрагая друг друга после данного этапа сборки вся система у нас свободно просовывается в отверстие тоннеля здесь пропила сделано чтобы она свободно проходила система и после этого сверху одевается такая вот шайба одевается шайба тоже она плотно очень достаточно садится все шайба у нас села тут хочу обратить внимание пропил он сделан для на новых бмв он в принципе не нужен потому что там проводка немного по-другому устроена и провод сигнала задней передачи он идет непосредственно через общую проводку нежели как на более старых он сделан выходит сбоку ручки кпп вот после этой сборки у нас получается система как тиски то есть она сжимает корпус тоннеля и соответственно фиксируется на нем после чего у нас все это собирается красивыми шестигранными болтиками после того как мы все это собрали соответственно система у нас едет уже на кузове вот лезем под машину и прикручиваем тягу выбора передач соответственно берем болт две шайбы просовываем во втулку тоже втуленный шток втулки делает юра гудров используя шестигранный ключ просто закручиваем закручиваем болт прикрутили так у нас свободно система ходила не затягивалась вот и контрагаем гайкой гайка зажимается ключом на 15 вот собственно все здесь у нас все готово ну и в коробке передач такая же система втулки идут в комплекте и соответственно меняются на штоке выбора передач самой коробки вот то есть вот это все отсюда высверливается вынимается и вместо пластика вставляются латунные втулки берется шайба соответственно закручивается в кпп на самом деле сборкой неправильно немного начал потому что большим количеством отверстий идет наоборот сюда для того чтобы было удобнее это все подрезать потом вот или не подрезать или оставить так как есть ну после завершения монтажа одевается на балдашник и все и в бой все всем спасибо за внимание пока